Всем привет, дорогие друзья! Снова мы с вами в Стамбуле. Я нахожусь в музее Айя София. Когда мы приезжали сюда в прошлый раз с Цейханом, он был на реставрации. Это было, по-моему, год или два назад, уже точно не помню. И сегодня мы с вами поднимемся на самый верх по тайной лестнице, которую знают немногие. И покажу вам все, всю красоту этого музея и собора. Реставрация, как мы видим, уже закончилась. И нам повезло, потому что в мечети Султан Ахмед... А, нет, не закончилась. Продолжаясь. В мечети Султан Ахмед реставрация сейчас идет полным ходом в соборе Айя София. Реставрация практически заканчивается. Сейчас мы с вами поднимемся вон туда, вот на самый верх, и увидим это произведение искусства во всей его красе. Ну и сейчас немного расскажу вам о соборе Святой Софии. Собор Святой Софии — это монументальное здание в окружении четырех встроенных минаретов. Цен, притяжение для всех туристов, прибывающих в Стамбул. И вы видите, как здесь много народу. 1500 лет собор Святой Софии изымляет своей архитектурой, великолепными мозаиками и легко ощутимой аурой места силы. На его стенах символы христианства соседствуют с арабской вязью, не смешиваясь, но взаимно дополняя друг друга. В мире найдется мало подобных исторических зданий, сохранивших свое роскошное убранство, несмотря на сложные перипетии судьбы. Немного об истории. Собор Святой Софии построен на холме, где до 360 года находилось святилище Артемиды. Рассказывают, что в VI веке императору Ястиниану явился ангел с макетом грандиозного храма в руках. Для осуществления проекта в Византию привезли колонны из Эфеса и Ливана. И алтарь украсили рубинами и аметистами. Однако в 1453 году Константинополь пал, и султан Мехмед ехал на хане в храм и повелел перестроить здание в мечеть. На стене у алтаря все еще виден отпечаток его руки. Объем собора под откромным куполом высотой 51 метр образует средокрестья и есть пересечение главного и дополнительных залов в виде креста. По мозаикам можно изучать эволюцию византийского искусства. Сейчас мы с вами поднимемся на второй этаж по таинственной лестнице, про которую я вам говорила. Надеюсь, что туда не стоит длинная очередь. Вот такой вот проход ведет на самый верх. Если вы не знали, то при входе в храм сразу поворачиваете налево и увидите что-то в виде лесенки. И по такому проходу можно подняться наверх. Мраморная дверь 6 века, за которой находились комнаты, где находился император, а также члены церкви 6 век. Вolutке измены измены, и начинка из ф === Маш背? Да, да. Ребеноке измены как теории. а вниз со второго этажа ведет вот такая вот рифленая дорога с ребрами сколько или друзья представьте сколько и лет сотен лет и сколько тысяч десятков тысяч человек здесь прошлось и до сих пор до сих пор она служит нам невероятно я спускаюсь сейчас вниз и выхожу из собора дворе стоп копы находится прям за собором а я софи и вот впереди меня вы видите уже вход в парк и дворец топ копы вот так вот выглядит вход в дворец топ копы но друзья мы с вами в этот раз туда тоже не пойдем здесь у нас находится также музей ковров но в топ копы мы с вами сегодня не пойдем в следующий раз с айфаном мы там уже были и сейчас я отправляюсь в сторону и меня но я хочу сходить на самом деле в железнодорожный музей и немножко отдохнуть потому что я прилично устала поэтому на гранд базар и музей топ копы дворец топ копы мы сходим в следующий раз видите сколько у нас много поводов чтобы вернуться стамбул еще вот и меня на трамвай я доехала до каботаж и и сейчас мы с вами спускаемся в тот самый ностальгический трамвай не окончается зарядка на камере на телефоне но я хожу вот так вот с проводом видите поэтому сейчас поедем с вами на трамвай на этом трамвай я доехала до сюда она трамвайчик который вам показывал ностальгический трамвай нужно спуститься метро вот по этой лестнице и на самом деле я не знаю многих мест здесь но спрашиваю людей и всем нет удовольствием подсказывают поэтому когда будете искать что-то не стесняйтесь спрашивайте у людей сейчас я куплю билет проезд стоит 3 лиры с карточкой стамбульской но я забыла все свои карточки поэтому я взяла вот карточку на один проект она стоит на 2 лиры дороже но я забыла дома карточку поэтому пришлось покупать дороже вот он наш трамвай ну что друзья оказывается мы приехали прямо на такси это был фуникулер а не ностальгический поезд но в общем что-то я напутала ладно есть еще один повод вернуться в стамбул так выглядит площадь таксим сейчас и не осталось буквально пару часов я уже поеду в аэропорт последние минуты на истекляли на камере не осталось зарядки и всего три минуты памяти поэтому друзья я вам показываю что тут происходит после захода солнца и мы с вами отправляемся в общем я отправляюсь в гостиницу возьму свой рюкзачок и потом иду на автобус и уже еду в аэропорт друзья я уже мало не надеюсь вам понравилось это поездка час ночи еду домой на а ваши долетели быстро классно пишите ваши комментарии подписывайтесь на канал всем всего хорошего пока пока в алании сейчас кстати плюс 10 но достаточно тепло а и Редактор субтитров А.Семкин